Эксклюзива не будет. Саня. Это будет. Это будет. Это будет. Да, давайте. Там запах. Ааааа. Эй. Аааа. Осте. Ой. Все, всё. Осте. Осте. Во institutions. Я в баскетбол играю. Все здорово. Повицерите, когда он сзади стоит. Какой-нибудь там коррекатурный что-то. Лёша, веселее. На меня, на меня. Спасибо. Спасибо. Приехали домой. Домой возвращается хорошо, всегда приятно. Но это будет всего лишь на два дня. В понедельник уезжаем уже в Литву. Рабочее настроение, очень серьезный настрой. Стараемся, готовимся. Прошли уже, можно сказать, полтора месяца вместе. Поэтому сделали очень огромный объем работы. Поэтому сейчас уже подошли на финишную прямую. И я думаю, все ребята уже более сконцентрированы, все готовы сражаться и бороться за победы. Сейчас выходной. Мы пришли сюда 15 минут. Потратим своего времени. Я не думаю, что это как-то отвлекает. Наоборот, это должно популяризировать баскетбол. И спасибо, вот нам новый спонсор появился, который будет снабжать нас экипировкой. Поэтому такие мероприятия пусть проходят чаще. Пусть больше людей нам помогает и поддерживает нас. И мы, со своей стороны, будем стараться достойно выступать на европейских соревнованиях. Все нормально. Для этого и играются вот эти игры товарищеские. Мы довольно много игр товарищеские сыграли для того, чтобы команда как-то сыгралась, почувствовать друг друга, сплотиться. Я не знаю, то есть для этого они играются. Поэтому сейчас уже будут непосредственно ответственные игры, которые будут от нас требовать результата. Ну и мы будем, соответственно, делать максимально от нас зависящее, чтобы выступить как можно лучше. Но, опять же, это игра. Каждая игра начинается и заканчивается по-разному. Одну игру можешь играть уверенно и все получаться, другая что-то не получается. Поэтому наша задача стараться в каждой игре выкладываться на 100% и стараться показать все, на что мы способны. Но я думаю, если мы это будем делать, тогда результат не заставит себя ждать. И мы сможем выигрывать какие-то игры с пяти игр. У нас пять игр будет на первом этапе. Поэтому нам нужно выиграть три, чтобы выйти в следующий раунд. Я думаю, эту задачу вот будем решать и она нам по силам. Ну это символично, я не знаю. У нас Россия, это вроде как, не знаю, можно сказать даже наши парни по большому счету. Потому что многих игроков знаешь, говорят на нашем языке, на русском. Поэтому, не знаю. Но, опять же, это игра, это уже официальная игра, чемпионат Европы. И я думаю, это будет уже такая, как только мы ступим на площадку, это уже будут, можно сказать, враги на полтора часа времени. Поэтому будем стараться, нужно побеждать. Но вот этот матч 2005 года вспоминаешь, например? Ну конечно, это был для меня вообще, это как бы первый мой чемпионат Европы. Мне было тогда 18-19 лет. Для меня это такое было действительно важное событие. Молодой игрок, сразу была возможность играть, поучаствовать на чемпионате Европы. Плюс тогда мне Геннадий Сергеевич еще тогда дал поиграть непосредственно в игре. Это минут 15-20. То есть, такой, прошел обстрел молодого бойца. И действительно, конечно же, это запоминается на всю жизнь, когда играешь против именитых игроков, против хороших соперников. Поэтому, конечно же, воспоминания есть. Но сейчас это уже в прошлом. И нас ждет уже новый чемпионат Европы, который мы постараемся... Надо постараться сделать так, чтобы воспоминания о нем остались только положительными. Ну, результаты, конечно, всегда хочется выиграть. Независимо, одно очко, два. Прогреш. Стильным соперником всегда проигрыш, и остается негатив. Независимо от того, с кем ты играешь, хотелось бы выигрывать каждую игру. Поэтому, как бы, в плане подготовки очень полезные турниры. И один, и второй. И хорошо, что нам удалось выиграть у довольно-таки сильной сборной Германии. Пусть они там играли без одного или двух основных исполнителей, да. И очень две хорошие игры были на турнире в Стамбуле, вот последние, с черногорцами. И с Новой Зеландией, участниками чемпионата мира. Как бы, в плане подготовки очень полезно. Но еще раз хочу сказать, что хотелось бы выигрывать. Я думаю, нет. Как бы, это на моральный дух команды не влияет. Мы, наверное, не привыкли еще к большим победам, чтобы поражения нас очень сильно огорчали. Хотелось бы просто выигрывать. Но будем делать все для этого. Стараться. Спасибо.